Таджикский политолог Абдугани Мамадазимов Политолог уверен, что новое понятие социальное дистанцирование постепенно перейдет от межличностных отношений к межгосударственным связям. ВОЗ, медицинские работники Таджикистана должны быть защищены и как показывают реальные события, страны, находящиеся в едином региональном объединении, не спешат оказывать своевременную помощь особо пострадавшим соседям, а мировые лидеры, США и Китай, вместо объединения усилий для глобальной борьбы против этой пандемии, заняты взаимными обвинениями в адрес друг друга. А во времена видеоконференции из-за карантина раскрылась слабость структур ООН и ВОЗ, вынужденных действовать в виртуальном мире, в глобальном противостоянии против данного тотального недуга, подчеркнул эксперт. Он уверен в том, что отрицательные показатели роста ВВП по всему миру, когда потенциальные потери исчисляются астрономическими цифрами, также не добавляют оптимизма в посткоронавирусный период, когда перетягивание одеяла на себя будет повсеместной практикой, говорит он. Мамадазимов отметил, что если пандемия не прекратится в теплые и жаркие летние месяцы, то этой осени нас ожидает вторая массовая волна пандемии. У мирового сообщества и мировых лидеров имеется всего 100-150 дней, чтобы, наконец, консолидироваться для совместной и скоординированной борьбы против этой чумы 21 века, разработка вакцин, массовое производство и доставка по всем уголкам мира и тотальная вакцинация, сказал он. По его словам, пандемия явно продемонстрировала, что человек, несмотря на всякие научно-технические достижения, включая искусственный интеллект, остается лишь неотъемлемой частью природы, законы которой нужно чтить, а не проводить бездушные эксперименты над ней. Дальнейшая глобализация, прежде всего, будет зависеть от успехов и неуспехов борьбы с этой пандемией. Консолидация усилий всего мирового сообщества во главе одной или группы сверхдержав или организации ООН, ВОЗ и ДР по нейтрализации пандемии и его последствия успешно продолжат процесс глобализации. В противном случае, каждая страна будет прятаться по своим национальным уголкам и будет ощущать полную мощь и тяжесть ударов судьбы, природы, отметил политолог. Продолжение следует...